Прежде чем нанести антивандальное покрытие, рабочие муниципального предприятия ТТУ моют и очищают столбы от старых объявлений. Трудятся оперативно. В день одна бригада может нанести антивандальное покрытие на несколько десятков опор. Оно подсыхает быстро, желательно побыстрее все это заливаться. В этом году муниципальное предприятие закупило 500 литров химического средства. Эта первоначальная партия больше, чем в прошлом году. Химсредством запаслись впрок, чтобы в условиях особого противоэпидемического режима не возникло проблем с поставками. На балансе трамвайно-троллейбусного управления 8 тысяч опор. За время месячника по благоустройству очистить, покрасить и покрыть специальным составом предстоит половину. Это столбы, которые находятся на гостевых маршрутах и опоры, на которые чаще всего клеят рекламу. Это образует что-то похожее на резиновую прослойку, что-то типа силикона, в результате которого объявления, покрытые клеем, на него либо не прилипаются, либо после того, как их там прилипили через какое-то время, короткий промежуток, они сами собой отваливаются. Оставшиеся опоры будут приводить в порядок по мере необходимости в течение года. Повторно антивандальным покрытием все столбы обработают осенью. Специалисты ТТУ напоминают, столбы не место для объявлений. В Самаре разместить рекламу можно легально и бесплатно на специальных информационных стендах. Их в городе более 700. А за незаконную расклейку объявлений предусмотрены штрафы. От 1000 до 2000 рублей для физических лиц, для юридических до 300 тысяч. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События.